Детский отдых в новом формате 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 мы приняли решение о том, что мы эту возможность нашим работникам предоставим. То есть фактически меняется мир, изменились запросы, в том числе металлургов, и сейчас родители действительно хотят, чтобы дети провели какое-то время на солнце у моря. Ну, это действительно так. Если мы вспомним 2013 год, был какой-то промежуток времени, там, две с половиной недели, температура от 8 до 11 градусов, дождик, дети просидели в корпусе. И действительно у нас не юг, это первое. А второе, опыт, он подсказывает, что рынок оздоровительных лагерей на юге, он достаточно большой. Многие предприятия нашего города, и не только предприятия, которые занимаются бизнесом, но и муниципальные предприятия уже пользуются этим. Например, я встречался с Афанасьевым Дмитрием Владимировичем, нашим ректором Череповецкого государственного университета, и он рассказал о своем опыте, не о своем опыте, а об опыте их учреждения. Они уже два года отправляют детей, уже существует конкурс даже. Обратная связь очень позитивная. Хорошо, напоминаю, что горожане могли оставлять вопросы на нашем портале 35Меди. Вот как раз вопрос, который нам оставили на сайте. Спрашивают, я работник предприятия, мой ребенок уже несколько лет посещал детский лагерь «Орленок». В какие детские лагеря в такой же ценовой категории смогут отправить своего ребенка в следующем году, в этом году? Да, действительно, не 100% голосуют за ЮГ, по разным причинам, потому что, ну, всегда все новое, оно вызывает большое количество вопросов. И вопросы, они серьезные, они связаны с тем, каким образом будет осуществляться транспортировка, каким образом будет гарантировано определенное качество размещения, какие будут обучающие или там развивающие программы в лагере. Это не все вопросы, которые мы в течение последней недели получили от наших работников, их значительно больше. Так вот, что касается проработки вот этих всех технических вопросов, мы занимаемся этим совместно с нашим профсоюзным комитетом. Собственно, это как раз то, что мы должны качественно проработать для того, чтобы вот вопрос южного отдыха организовать и чтобы все получили действительно, ну, позитивный результат. Что касается возможности отправить детей в Вологодскую область, Череповецкий район, она также остается. Я напомню, что там порядка 30% голосуют и хотят отправить детей именно недалеко, по разным причинам. Маленькие еще дети, хотелось бы навещать их, и эта возможность будет. Рассматриваем несколько лагерей. И, например, вот буквально сегодня я разговаривал по телефону с Васильевым Олегом Александровичем, и мы обсуждали возможность организации отдельных отрядов, состоящих из детей Череповца. И мало того, что возможность еще работы с этими отрядами наших воспитателей, наших вожатых. Я получил принципиальное согласие рассмотреть этот вопрос, мы будем это прорабатывать. По стоимости лагеря здесь, в Вологодской области, Череповецкого района, они не отличаются, они даже меньше, чем было в Орленке. Хорошо. Но Орленок это определенный знак качества, хотя, наверное, даже лучше бы искал определенное оправданное ожидание. То есть уже люди знают, какого уровня будет сервис, как будут кормить, где дети будут жить. И когда ребенка отправляют, у них меньше беспокойства. При любом изменении беспокойство нарастает. Вот как Вы планируете, проводя работу по отбору лагерей, оценивать, насколько это будет комфортно детям, насколько будет хорошо кормить? Как это будет отслеживаться? Ну, я частично ответил уже на этот вопрос. Мы сейчас проводим разъяснительную работу на смену встречных собраниях, доводим информацию по поводу изменения подхода по организации отдыха с нашими работниками. И мы собираем вопросы, которые волнуют наших работников раз. И, соответственно, у нас есть определенный список технических вопросов, требований, которые мы предъявим поставщикам данного сервиса, данных услуг на рынке. Что мы планируем сделать? Обязательно посещение, личное посещение данных лагерей, оценку качества размещения, оценку качества пищи, сбор обратной связи от компаний, которые уже пользуются данными услугами. Мы это предполагаем делать обязательно, и мы делать это будем совместно с нашим правкомом. Замечательно. То есть, те лагеря, которые будут отобраны, будут еще и лично проверены, отсмотрены ли те условия, которые заявлены в конкурсных заявках, соответствуют реальности. Да, обязательно. Еще один важный момент, который хотел бы отметить. Мы не будем распыляться. То есть, у нас не будет 10 лагерей на юге, 10 лагерей здесь. Нет. Мы выберем один-два самых достойных. Возможность такая есть. И, собственно, целенаправленно будем направлять туда. Хорошо. Если говорить о стоимости, вот вы начали уже объяснять, что лагерик, который расположен на территории Вологодской области, стоит некоторые даже дешевле, чем стоила путевка Орленок. Если мы говорим о южном направлении, это большие затраты будут для родителей, чем был Орленок? Ну, ответ очевиден. Да, больше. Но подход, который мы использовали раньше, в 2013 году, и который, собственно, и записан у нас в коллективном договоре, он будет таким же. То есть, 10% стоимости и 100% обеспеченности. То есть, мы готовы будем обеспечить запрос наших работников на 100%, и наши работники заплатят 10% от стоимости путевки. Ориентировочно, вот мы посмотрели по сегодняшним предложениям, которые у нас есть, цена будет где-то 3,5-4 тысячи максимум, пока вот по сегодняшней ситуации. Ну, абсолютно небольшая стоимость летнего отдыха. Я думаю, что многие семьи смогут себе позволить. Хорошо, вот вопрос еще с сайта 35media.ru. Если не будет Орленка, то не будет и социального лифта, конкурса «Стиль Стали», о котором мы неоднократно рассказывали в нашей программе. Это так или просто конкурс поменяет свою площадку и будет где-то проходить? Ну, не совсем так. Мы участвовали активно в создании этого конкурса, и, соответственно, мы, наоборот, уже сейчас начали проработку и обдумываем, каким образом нам продолжить это важное, ну, и такое, получившее позитивный отклик начинания. Мы думаем, что мы продолжим этот конкурс, и мы проведем, скорее всего, выездные сессии в одном из лагерей Вологодской области. То есть, у нас пока вот идея такая. Ну, просто будет выбрана другая площадка. Ну, да. Хорошо. Вот детский лагерь – это не только про детей. Каждый год приезжают вожатые воспитатели. Участично уже сказали, что договоренности достигнуты, и с нашими детями могут поехать наши воспитатели и наши вожатые. Но, кроме того, в Рощино круглый год трудился отслуживающий персонал. Что будет с ними? Будет ли «Сверсталь» помогать им с трудоустройством? Ну, подход в данном случае у нас одинаковый к работникам, которые по разным причинам происходят. В освобождении персонала. Мы действуем в соответствии с трудовым кодексом. Соответственно, заранее мы оповещаем об этом и предоставляем возможность трудоустройства. То есть, есть возможности, скорее всего, будут возможности трудоустройства в центре корпоративного питания. Ну, то есть, по каждой конкретной профессии будут предложены определенные профессии, которые соответствуют по профилю. Ну, это стандартный подход, и он одинаков ко всем работникам нашей компании. Хорошо. Раз вот заговорили все-таки уже про взрослых, база Рощино, место, куда приезжали отдыхать на выходные, кто-то там проводил отпуск, когда там не работает детский лагерь, это и горожане, и сотрудники компании. Если она будет закрыта, где они смогут отдохнуть? Ну, кроме Рощино, у нас есть и другие места, другие базы, где точно можно отдохнуть, первое. Второе, вы знаете, мне кажется, здесь вот то, что вот разговоры о том, что закрывается все, нам некуда будет поехать. На самом деле, у нас есть цифры, то есть, фактическая загрузка Рощино по прошлому году. То есть, она по году меньше 10%. Что это значит для нас? Это значит, что на самом деле не очень востребован тот сервис, то качество размещения. Место замечательное, с этим никто не спорит. Вот, поэтому я абсолютно убежден, что есть места, куда работники компании и жители города могут поехать, первое. Второе, мы перекладываем определенные усилия в развитии Торова. Я думаю, что, возможно, появятся какие-то дополнительные программы, которые мы будем предоставлять в Торова. Ну, в частности, по санаторно-курортному лечению точно у нас там будет. И у нас есть определенные намерения. Ну, замечательно. То есть, работники не останутся без отдыха, это будут просто другие возможности. Хорошо. Вернемся снова к детям. Куда следует обратиться родителям детей, которые собираются летом отдыхать в лагерях и поехать к морю? Меняется ли процедура подачи заявок или все остается, как было раньше внутри компании? Процедура подачи заявок не меняется. Вот именно сейчас, в данное время, проходит активный сбор заявлений. И у наших работников есть возможность написать сроки и, соответственно, направление, куда бы они хотели направить наших детей. И мы убедительно просим вот именно сейчас, до конца февраля определиться, подать заявление, потому что от этого зависит скорость или старт участия в тендере. Потому что, на самом деле, закупка путевок вовне, особенно на Черноморском побережье, это тоже определенная процедура. Поэтому все остается так же, как и было прежде. Ничего не меняется. Вот вы уже естественно на вопрос отвечали, но на сайте был оставлен этот вопрос. Каким образом будет проходить распыление путевок? Если жаловщик будет больше, вы говорили о стопроцентном удовлетворении спроса. Да, вот бытует мнение, что, значит, если появляется какое-то хорошее предложение, то сразу это предложение уйдет куда-то на сторону. На сторону он не уйдет точно. То есть у нас есть обязательства перед работниками нашей компании обеспечения детского отдыха. Поэтому обеспеченность будет стопроцентная и все зависит от того выбора, который сделают сами работники. Хорошо. То, что бурно обсуждалось на прошлой неделе, о чем говорили горожане, полемика в социальных сетях, основная версия все-таки о том, что лагерь и база отдыха закрывают для того, чтобы снизить издержки на содержание такого большого комплекса, который, наверное, все-таки дорого стоит. Соответственно, горожане спрашивают на сайте, а не пробовали ли найти какого-то инвестора и продать всю площадку, пусть бы кто-то занимался там специализированной компанией детским отдыхом. Вы знаете, этот вопрос возникает, он возникал периодически. Первый раз мы обратились к этому вопросу и начали проработку его в 2012 году. В 2013 году также мы выходили на рынок и мы делали предложение рынку, но не получили ни одного отклика. Поэтому мы на самом деле прорабатывали данный вопрос, но, к сожалению, у нас не получилось решить его таким способом. Ну да, наверное, если бы у нас база бы стояла на берегу Черного моря, желающих было бы гораздо больше. Ну да, наверное, больше точно. Хорошо, вот продолжая тему снижения расходов компании, тоже вопрос, который оставили нам на сайте. Почему бы для снижения расходов компании вместо закрытия детского лагеря и отличного места отдыха не распустить хоккейную команду? Все равно играют плохо, результаты слабые, а денег тратится на них гораздо больше, чем нарощено. К тому же из-за слабой игры упал интерес болельщиков и на самом деле трибуны заполняются не полностью. Хороший вопрос, хороший вопрос, точно. Вы знаете, вот как я понимаю эту ситуацию, команда Северсталь это только часть. И это только верхушка айсберга, которую мы видим. Мы видим в Ледовом дворце, мы видим по телевизору. И, к счастью, заядлые болельщики все равно верят, Северсталь ходит и болеет. Но еще раз повторюсь, это верхушка айсберга. А вот под этой верхушкой есть большое количество детей, молодежи, которые, собственно, и являются основанием того, что мы видим наверху. У нас порядка 800 детей разного возраста ходят в хоккейную школу. Если мы говорим, что мы поддерживаем хоккей, если мы агитируем, привлекаем детей, начиная с первого, второго класса идти в хоккей, они должны видеть, собственно, куда они идут. И они должны видеть команду уровня КХЛ. Поэтому, мне кажется, точно ставить точку на хоккей ни в коем случае нельзя. Потому что это огромное количество учащихся, огромное количество молодых, задорных и таких целеустремленных ребят, которые любят заниматься спортом, они верят, и у них кумиры играют. Ну, мне кажется, это не выход в данном случае. Хорошо, но время осталось немного. Вот два вопроса, о которых не могу не спросить на прощание, потому что очень много звонило по телефону, оставляло это вопрос и оставляли на сайте. Первое. Все-таки, каково будущее базы отдыха? Потому что есть информация, что там уже ведутся демонтажные работы, и чуть ли не всю базу разобрали. Ну, демонтажные работы точно не ведутся, базу не разобрали. Подготовку к переводу базы в тихий ход, они действительно ведутся, но это, естественно, нормальная работа в зимний период времени. Хорошо. И второй вопрос. Просто было очень много звонков на эту тему. Есть много слухов в строительстве завода на территории базы отдыха Рощина. Подтвердите ли я эту информацию? Ну, вы знаете, слухов действительно много. У меня информации точно нет. К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Хорошо. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня мы говорили об изменениях детского отдыха на базе отдыха Рощина, о том, как будет организован отдых детей и работников комбината. На все вопросы отвечал директор по персоналу дивизиона «Северсталь» «Российская сталь» Андрей Белышев. Андрей Юрьевич, спасибо, что пришли и ответили на эти вопросы. Спасибо большое, что вы предложили прийти и рассказать об этом в эфире. С удовольствием. В будущем будем откликаться обязательно на ваши предложения. Думаю, что эти зрители получили ответы на многие свои вопросы. Беседа будет продолжаться. Это была программа «Точка зрения». В студии работал Михаил Ифоменко. Смотрите нашу программу в следующий понедельник в 19.10 на телеканале «Провинция РН». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова